Всем огромный привет! Мы с вами продолжаем играть в Farmers Dynasty. Как помните, в прошлом выпуске мы с вами начали заниматься немножечко ремонтом. Тут есть еще элементы, которые нужно достроить. Привет, Рекс! Так вот, как понимаете, я здесь стою, а вот там трактор пашет во всем. А он именно пашет в этот поле, потому что вот именно пахать мне что-то в последнее время надоело. Все как-то это медленно происходит, противно. Я даже у него вижу косяки, но я надеюсь, что он хорошо вспашет в моем поле, потому что я ему за это заплатил денег. Так, урожай собран 1470. Ну это заглюк, там скорее всего пашется. Так вот, я думаю сразу заказать сейчас еще одного наемного рабочего, чтобы он нам с вами вспахал вот это соседнее поле. Соответственно, я так думаю, что приедет сейчас еще один сотрудник, еще один как раз наемный рабочий и будет пахать здесь. Причем приехать должен, естественно, на своем тракторе, на своей технике. И почему я вообще обращаю ваше внимание на это? Потому что это нельзя сделать, пока у тебя нету 50 тысяч социальных очков. И именно поэтому вчера не было выпуска, потому что я их набивал. Набивал я их долго, нудно, на протяжении где-то 4 часов. Ну как минимум. И домик наш стал выглядеть вот так вот. Я думаю, вы видели его на превьюшке. Тут у меня наш как раз гараж. На гараже наверху крыша сделана из солнечных панелей. И каждый день, мы сейчас с вами можем это посмотреть, каждый день с утра твои солнечные батареи приносят немного денег и повышают уважение соседей. Уважение, то есть социальные очки повышаются на 20 очков. А вот деньги, я, честно говоря, не знаю на сколько. Я думаю, может быть, если я больше таких крыш поставлю, то есть больше как раз, например, панелик размещу вот там, вот, вот там, вот. На доме я не хочу размещать, по-уродски будет смотреться, нужно будет полностью перестраивать. Так вот, если я больше размещу панелик, может быть, больше очков будет. И это на самом деле очень хорошее подспорье, потому что ниже 50 тысяч очков опускаться абсолютно точно нельзя. Я этого не знал, если будете играть, то учтите, имейте в виду, что не нужно опускаться, потому что вы не сможете никого нанять. А когда вам надоест пахать, а вспахать поле нужно, вам придется, естественно, как-то их по новой набирать. Секундочку, а туда так и не приехал? Приехал, вон он, красавец. Вон он как раз приехал, ты смотри, начал пахать. Причем, они пашут в реальном времени, то есть, если вы проматываете дни, это не ускорит этот процесс. Красота. Вот молочина, то есть нам с вами можно будет дальше дать задачи, естественно, это дело прокультивировать. Удобрить я могу сам, потому что, опять же, это быстрый процесс, естественно, я с удовольствием собираю, мне это нравится, собираю урожай. Дальше у нас с вами за это время поспело два урожая помидоров. Сейчас это третий, давайте польем на всякий пожарный. И в общей сложности у меня сейчас 845, ну то есть, я уже прошлый урожай продал, я предлагаю продать этот. У тебя все хорошо, сердечко, а вот у Джеймса, у меня есть еще одна рыбка, шикарно, мне еще пришлось немножко тут рыбы половить, потому что Джеймс перестал опять ловить мышей, сволочь такая. С женой вроде у нас все хорошо, она готовит еду, да? И следующий момент, вот здесь вот я, например, полностью все сделал из новой древесины, полностью покрыл лаком, а вот здесь лака не хватило, то есть мне нужно будет это изменить. И вот один маленький косяк у меня есть по дому, который я никак теперь изменить не могу, я пробовал все что угодно, то есть вот тут вот у меня немножечко рука соскочила. И я вот этот вот слой закрыл гипсобетоном, и теперь я не могу вернуть кирпич. То есть я, ну, пытаюсь вернуть кирпич или что-то другое применить, у меня не получается. Плюс я заметил еще один косяк, который я допустил еще очень давно, и я прочитал в комментариях, спасибо, что вы мне за это, ну, как раз об этом написали. Можно взять, точнее, нужно взять тюк, у нас с вами здесь огромное количество тюков, принести в амбар. Ну, блин, я что-то не знаю, упустил этот момент. Так вот, принести в амбар, поднять на второй этаж, скинуть здесь, и он добавляется к коровам, плюс 200 килограмм. Таким образом, статистика фермы, у нас с вами сейчас корм для курс 743 килограмма, сено для коров 3200. И вот как раз в том амбаре они могут спокойно храниться, не гнить. Ну, и сами понимаете, нам хватит, скорее всего, до конца игры. Итак, что я хочу сейчас сделать? Вспахать поле стоит всего-навсего... Секундочку. Вспаха на 99%, да? Он закончил работу? Блин, вот он... Вот это что такое, а? Вот жопошник. Всего-навсего где-то 240 евро. Ну, то есть, это вообще такие копейки. Это вообще ни о чем. И опять же, культивировать поле стоит примерно столько же. Единственное, что за ними придется подчищать вот эти вот дурацкие полосы, потому что... Ну, это типа не принципиально. 1% ничего не даст. Но хочется, чтобы было все хорошо сделано. Плюс я по-дурацки здесь оставил... Секундочку. Плук в прошлый раз очень по-дурацки оставил. Нужно ставить хотя бы, чтобы, ну, прицепом вниз смотрел, чтобы можно было легко цеплять и ехать. Ничего страшного, мы с вами можем это на самом деле исправить, потому что... Это нас с вами займет буквально там 1 минуту, 2 минуты, да? А полностью вспахать поле у нас с вами займет минимум 20. Так что в этом плане это прям очень серьезно помогает. Так что в этом плане просто шикарно, что здесь тоже есть такая возможность донять себя рабочих. То есть, как и в большинстве других таких игр. Мне нравится, как он вот то поле пашет, потому что... Как-то он немножко по-другому идет, я не знаю. Более качественно, что ли. Вот здесь то, что тот оставил вот эту ерунду, меня прям, не знаю, выбесил на самом деле. Просто такая огромная полоса посреди поля. Таким образом мы с вами вспахали поле. Ну, как мы, за нас вспахали. Естественно, культивировать 285 это стоит. Вот засеять уже... Я это буду делать сам, без них, потому что это самое дорогое. Ну ладно, хорошо. 570 евро мы с вами тратим на то, чтобы полностью вспахать, культивировать поле. Это действительно круто, это быстро и это вообще серьезно экономит время. Так, здесь у нас что с вами происходит? Красных помидор я пока не вижу. Яблоки я все собрал. А, точно, я ждал, когда Бекки уйдет с кухни. И вот как раз история с детьми мне абсолютно непонятно, что для этого нужно сделать. Ну, в принципе, здесь есть дети, то есть они могут появиться. Правда, они навряд ли могут вырасти. Скорее всего, они так и будут, детьми не знаю. Это нужно смотреть, проверять. А может быть там можно себе двоих халявных рабочих вырасти таким образом. Один будет готовить, второй будет пахать. Ну, так образно говоря, я не знаю, придуриваюсь. Вот, ну, естественно, я не буду до такой степени заморачиваться и так долго играть в эту игру. Маловероятно, что они что-то могут делать. Ну, может быть, немножко помогать по дому, собирать яйца. Может быть там, если подрастут. Может быть там, не знаю, коров доить. Кстати, если знаете, напишите в комментариях, могут они это делать или нет. Может быть, ну, кто-то играл, кто-то смотрел. Потому что я видел, что у некоторых американцев там по 70 выпусков в плейлисте по этой игре. Я 70 выпусков не осилию, серьезно. Выпусков 10 максимум. Ладно, нет, коров я доить не буду, мне это надоело. Здесь у нас с вами, секундочку, кладовая. Она тут пиццу наготовила. Посмотрите, что творится, а. Это что такое? Тыква, легкая пища? Не, не нужно. Нам нужно сюда немножко сейчас яблок скинуть, там, молочка. Молоко я все переделал, да, в это самое какое-то сгущенное и продал уже. Яйца есть, помидоры есть, это все есть. То есть, есть из чего готовить. Здесь у нас с вами спаха на 70%. Здесь сейчас начнется культивация поля. Я предлагаю пока что это все там работает, крутится, вертится, сгонять до сельскохозяйственного магазина, нет? Нет, сгонять строительный. Давайте сгоняем строительный, купим сейчас... Что нам нужно? Нам нужно покрыть лаком, это раз. Во-вторых, я хотел купить еще как раз панелик, плюс секунду. Я сегодня же хотел поле купить, у меня 32 тысячи. Я хотел купить второе поле. Кстати, на круизе 60 км в час, а вручную 70. Так вот, сейчас с вами купим, попытаемся поменять как раз солнечные панельки. Поменяем, наверное, на коровники, точно. Давайте коровник поменяем, полностью доделаем. Покроем также его лаком, чтобы он у нас с вами был закончен. Нас с вами понадобятся две упаковки. Да, по 1000 евро однако же. Две такие упаковки и дальше полированная древесина. Это мы с вами возьмем штучки 4, наверное 5. У нас с вами 28 950, но почти 29 тысяч. В принципе, нам хватит потом, чтобы и поле купить. Единственное, что... Ну, пока что не будем разгоняться, потому что поле купить мы всегда успеем. Пускай они сейчас закончат работу с этими двумя полями. Нам нужно еще удобрение сгонять купить, потому что фертекс закончился. Мы с вами теперь будем удобрять удобрением и поливать жидким навозом. То есть, ну, там, как раз разбрасывать лим навоза. Я тогда думаю, что как раз навоз будет на 100% там примениться. А купить поле мы с вами успеем, когда у нас будет урожай, потому что будут дополнительные деньги. И, может быть, купим где-нибудь прямо рядом с магазином поле. Зачем нам здесь покупать, если выгоднее всего купить его рядом с магазином? Мы там просто ничего делать не будем. Мы там будем, например, только собирать и все. Да, скорее всего, так и сделаем. Собирать. Нужен второй комбайн, чтобы собирать. Нужен второй комбайн. В принципе, можно даже не собирать. Можно все полностью поручить рабочим и посмотреть, сколько с этого денег заработаешь. Выгодно это или нет. Вот и все. Бочка. Бочка совсем с ума сошла, она катается вот туда-сюда, где угодно. То есть, я не понимаю, что с ней происходит. О, петух на улице. Прикольно. Странно. Это, наверное, от времени года зависит. Что у нас сейчас с вами? 25 августа. Кстати, в сентябре, если не ошибаюсь, начинают продавать все как раз наши соседи овощи. Ну, то есть, что-то типа осенние распродажи или ярмарки, да, как это называется, фермерский рынок. Соответственно, мы с вами сможем спокойно себе прикупить, заборжить немножечко овощей, сделать из них готовую еду. Ну, естественно, таким образом... Секунду, я сейчас что-то делаю. Мне вот так вот, да. Естественно, таким образом заработать бабок. Вот как реализован этот процесс, мне нравится больше всего то, что вот именно лак так появляется. По чуть-чуть, как будто бы действительно красишь. Но на самом деле, я в реальной жизни запах лака на дух не переношу. У меня там буквально через 5 минут... У меня аллергия просто на это дело. У меня начинается дикая головная боль. Как здесь успехи? Давай на 100% работай, дружище, пожалуйста. Ну, если что, доделаем, конечно. На 100% вспахано, да? Я вижу косяк. Ты пахатель на 100%. Ну, как это может... Нет, это вот это на 100%. Фу, ладно, нет, 98%. Но все равно у него косяки здесь. Ну, в общем, у нас с вами где-то по 20 дней социальных очков было. Сейчас покроем всю крышу. И завтра посмотрим. Если будет больше даваться, значит, есть смысл вообще все крыши закрывать как раз солнечными панельками, чтобы на халяву получать социальные очки. Рекс, как всегда, на крыше. Он постоянно рядом, зараза такая. Он там по воздуху летает, все дела. То есть у него это нормально. Джеймс опять... А у Джеймса опять исчезло сердечко, зараза такая. Вот котяра здесь вредный. Вот с собакой вообще никаких проблем нет. С котом здесь постоянно проблемы. У меня сейчас буквально одну рыбку и все. Все отлично. Это же мои утки, да? Да, точно, это мои утки. А я думал, куда они делись. Вон они здесь гуляют, хорошо. Блин, я сейчас такой, типа... Что за утки? Здесь раньше не было никаких уток. Сейчас смотрю, утки стоят. Все, вот это добро можно отсюда убирать. Джеймс, ты там где? Рекс. Байки. А, вот он сидит. Держи рыбеху свою. Все отлично. Там у нас с вами сейчас культивируется второе поле. Его уже спахали. Здесь культивировано на 77%. Ну, то есть, по большому счету, я свою сегодняшнюю работу сделал. Я могу пойти поспать, потому что мне сейчас больше нечего делать. А не завтра продолжишь культивировать. То есть, без разницы. Как я и сказал, они культивируют в реальном времени. А завтра с утра вскочим, по-быстренькому подвинем бэки. Потому что нам с вами нужно тоже приготовить еду. Итак, солнечная батарея. Блин, я не засек, сколько у меня было социальных очков. На монтаже я, конечно, вижу. Но мне хочется увидеть именно сейчас. Так что, мы с вами сделаем по-хитрому. Ладно, давай, пока она там спит. 700. Ого. Слушай, это много денег. Еще раз давай. Сейчас 285 очков. Я тут просто еще один раз прозевался это дело. 324. То есть, 39 социальных очков. Как странно, да? Ну, то есть, это, естественно, больше. Значит, есть резон покрыть еще вот ту крышу. Хорошо, сейчас это сделаем. Даже есть резон покрыть свою крышу. Потому что, на самом деле, это так кажется, что, типа, что это такое, ну, там, в день по 40 очков. Да нифига. На самом деле, вот когда ты играешь так очень долго, по много часов, и у тебя очень много дней проходит. Секунду, я хотел отметку убрать. Так вот, если за каждую сессию очень много дней проматываешь, это действительно очень полезно. Потому что, ну, не нужно бегать по заданиям. Да, давай-ка, я тебе быстренько все продам. Ну-ка, секунду. Тут не нужно спешить. 10 тысяч, хорошо. Дальше у меня есть бургеры. 192 доллара. Блин, жена молодец. Яблоки. Вот сразу, вот то, что она так продается. 1295 яиц. Это еще на десятку. Обалдеть. В общей сложности 49 900. Как раз, помните, о чем я говорил? У нас рядом, рядом вот здесь вот, очень хорошие поля. 192. 35. Вот в этот поле, мне кажется, просто шикарное. Потому что здесь можно вот так вот ездить, а можно делать одну большую борозду. Я бы и сам спахал, но прямо сейчас мы... Нужно туда съездить и купить его вручную, я понял. Перфекционист во мне просто не может без боли смотреть на эти полосы. Это ужас какой-то. Хочется схватить трактор и быстро все спахать. А слушайте, а я могу так сделать? Я могу ему помешать немножечко, там тоже сейчас на тракторе заехать и спахать это место. А давайте попробуем, пока он там, да плевать, потом я закрою все. Давайте быстренько попробуем, пока он все это дело не споганил. Пока видно, что там происходит. Так, трактор. Прицепить. Потому что я же потом никогда это больше не увижу, что здесь происходит. Братан, ты меня извини, но, в общем, ты меня извини. Я, в общем, тут тебе буду помогать немножко. Он такой, типа, что творится? Что он делает? Что, дебил, что ли? Нет уж. Я все ваши косяки сейчас подправлю. Вот с культивацией косяк это, типа, ладно, плевать. Вот из этого раздела. А вот именно то, что вот так спахано, меня это бесит. Ну вот, спахано на 100%. То, что здесь есть такой маленький дурацкий участочек, это не страшно. Зато я успел подчистить. Все, дружище, давай, культивируй. Так вот, давай-ка с тобой посчитаем. То есть, вот это у нас с тобой 570 долларов. Еще 570 это, предположим. Ну, хорошо, это будет. Вот канола 570. Того это будет 1140. Удобрить. 1140, предположим, удобрить фертексом. 1653 бакса. Евро, пардон. Ну, так и я с него собираю больше 10 тысяч. Это только удобрить. А можно ли потом собрать урожай? Да, скорее всего, можно собрать урожай и продать урожай. Стоит 500 евро. То есть, ну, 2000 с небольшим мы с вами потратим, предположим, на собрать-продать. Это же круто. С учетом того, что с одного такого поля мы с вами получаем где-то по 10 тысяч, 11 тысяч. То есть, мы с вами так или иначе 8 тысяч наварим. Ладно. Я предлагаю сделать так. Покупаем 30 тысяч, да? 30 тысяч евро. Хорошо, купили. Мне просто интересно посмотреть, как будут получаться отсюда деньги вот именно сегодня в этом выпуске. Я могу, естественно, сам сейчас собрать, но я не для этого это делаю. Я хочу именно посмотреть. 921 евро. Погнали. Нанятому работнику поручено собрать с твоего поля урожай и продать его. Он направляется на поле и скоро начнет работу. Я так понимаю, что... Мы сейчас постоим, подождем. Он сейчас приедет на комбайне. Вроде как, скорее всего, на современном большом комбайне. И если в наш маленький комбайн... Подожди, а что творится? Смотри, что творится. У меня просто бабки идут в плюс и все. То есть, мне что, не покажут это дело? А, вон он работает вовсю. Ты смотри, красота какая. Во-во-во-во-во-во. Прирост денег как раз остановился в тот момент, когда он стал меньше собирать. Слушай. Там еще сено, но мне эта сена нафиг не упала. То есть, нужно запомнить, что у нас было где-то 18... Не знаю, 800. Скажем так. Какая красота, а? Я себе хочу такой комбайн. Вот если бы у меня был такой комбайн... Я бы тоже так бы убирал. Я почему злой был? Потому что у меня комбайна не было. Ладно, поехали домой. Мы могли бы купить сейчас еще и это поле. Маленькое. 0,87, 13, 900. А че нет-то? Что меня останавливает от покупки этого поля? Ничего. Я просто иду сюда. Нажимаю Enter. Покупаю поле. Дальше. Воззываю сюда наемного рабочего. Собирать урожай. 417 евро. Мы с вами сейчас как минимум 1010-15 заработаем. Фишка в другом. О, видишь, он просто здесь заспавнился. Во-во-во-во-во. И у него должна быть другая жадка. Вот, жадка автоматически заспаунилась. Смотри как, а? Вот оно как работает. Они просто из воздуха спаунятся. И бабки пошли просто рекой текут. Обалдеть. Здесь у нас с вами вспахано. Вспахано, культивировано. Но я предлагаю, пока они здесь работают, я сгоняю домой и самостоятельно, спокойно, везде посею канулу. Этот процесс быстрый и хотя бы на чем-то с вами сэкономим. Но просто, ну как бы дело даже не совсем в экономии. Просто я люблю это дело. Я люблю сеять, люблю собирать урожай. И я из-за чего как раз купил эти поля, чтобы ускорить процесс сбора денег на новый комбайн. Вот именно на такой комбайн. Потому что я сам себе его хочу просто безумно. На этой старой развалюхе мне просто стыдно ездить. Я его даже наверное продавать не буду. Хотя может и продам. А я купил 1000 килограмм гороха. И горох это самая дорогая культура, которая здесь была. Люпин еще довольно-таки дорогой. Но это цветы. Если не ошибаюсь, я не знаю, что такое люпин. 891 евро тонна. Давайте посадим. Хорошо. Уж купил так купил. Давайте посадим. Я надеюсь, что горох собирается, например, так же как и, я не знаю, пшеница и прочее. Просто там обычным комбайном. Сейчас главное отсюда выехать. Плюс я не просто так начал сейчас все это дело пахать, сеять. Я хотел посмотреть, чем занимается вечером жена. У нас же там есть костерок. Можно ли ее там к костру пригласить, посидеть вместе? Я там не знаю, кумбая, господь спеть. У нас с вами вот этот урожай. Я не знаю, его можно посадить вот так вот, чтобы зима прошла и он не погиб. Потому что в прошлый раз это сработало. Сейчас август. Он не успеет. 28 августа он не успеет созреть. Вот заодно и проверим. И следующий момент. Это, естественно, берем... Секундочку. Ничего пока что мы не берем. Нам с вами нужно сейчас купить на самом деле удобрения обычные. Почему оно такое дорогое? А фертекс стоит по 2 евро. То есть тонну будет 2000. Я так чувствую, что удобрением нужно закупаться весной. Весной оно дешевле. Ладно, хорошо. Купили тонну. Пока что нам этого хватит. Поехали обратно. По поводу удобрения я как бы не сомневаюсь. А вот по поводу навоза очень сильно надеюсь, что у нас с вами как раз получится на 100% как раз пройтись навозом. Итак, последняя полосочка. Но чувствую я, что удобрилось, ну да, видите, 88%. То есть как бы... Не до конца понятно, почему так. Вот здесь были какие-то, ну не то чтобы косяки, видные дырочки. То есть если это так пройтись чуть-чуть более настойчиво, на меньшей скорости, вот так вот. Нет, секунду. Ну просто на меньшей скорости пройтись. По идее как, ну, не знаю в общем. 89% Это нужно ездить, ездить и ездить. То есть искать вот эти вот маленькие огрехи, чтобы они как раз закрашивались. Не быстро, не спеша. То есть вот таким вот образом. Может быть тогда 90% наберется. Ну вот как раз. Давайте я тогда попробую вот это поле немножечко чуть, ну, поменьше спешить. То есть не на максимальной скорости ездить. Ну что, у нас с вами вечер. Предлагаю сейчас тормознуться. Стоп. Выходи. Сейчас 6 часов вечера. Посмотрим, что делает у нас как раз Бекки. Бекки, Бекки, где она? Вон она. Ну просто убирается здесь как раз. Привет. Так какой там Бизи? Завязывай уже, пошли спать. В поле ничего не видно уже. Итак. А что, приятное жилище? А это новый вариант ответа. Да, тут мило. Да и люди хорошие. Слушайте, а раньше его не было? Вечером нету варианта, нужно ли тебе что-то. Хорошо, секундочку. А если я сейчас зажгу здесь как раз костерок? Может быть нужно еще немножко поработать и подождать? Так, окей. В общем, я так понимаю, что она намекает на то, что все-таки нужно обстановку немножко поменять. У нас с вами есть деньги. Может быть это как-то повлияет на рождение ребенка, я не знаю. Если не ошибаюсь, там все не шибко дорогое. Секундочку. Новая мебель для дома куплена. Детская. Вторая детская. Почему она нажалась? Ладно, хорошо. Первая детская. Гостиная. Спальня. Ванная. Плюс мне плитка нужна была, потому что я там в одном месте не доложил плитку. Я сейчас куплю ее. Ну и в принципе все, полетели домой. Ты не устала готовить, а? Сколько ж можно? Что-то как-то поздно пошла готовить, не находите? Сейчас у нас с вами 6.36. Ну тут пара бургеров приготовлено. Ладно, хорошо. Здесь у нас с вами все обставлено. Детская. Ну типа почти такое же, но слегка получше. Хорошо, ладно. Это у нас с вами что-то типа гостиной. Вторая ванная. Ну единственное, что плитку нужно поменять. Ванна, кстати, классная. Так. Там ничего нету. Здесь... Хм, прикольно. А где еще одна детская? На чердаке я все поменял. Хорошо. У меня такое ощущение, что ничего не поменялось. Не находите? Вот дверь бы еще заменить. Ну так, чего-то поменялось. Ну типа... Могли бы вот здесь мебель, конечно, получше сделать. Ладно. Заваляемся спать. Но вообще, честно говоря, я не очень понимаю, что сейчас происходит. Может быть, это не просто навоз. Может быть, это какая-то смесь. Но потому что мы с вами посадили и сверху все заливать навозом. Навоз это высокоазотистое удобрение. И... Ну, он просто сожжет все. Ну, поправьте меня, если я не прав. Но если я не ошибаюсь, ну, может быть, это в игре сделано просто как допущение. Чтобы выстроить процесс как раз посева, удобрения и прочее. То есть мы как бы соглашаемся с этим допущением, закрываем на это глаза и действуем как действуем. Ну, то есть в реальной жизни это, по идее, не так происходит. Навоз закладывается заранее. Там, например, осенью. И то не навоз прям, а там что-то типа с чем-то смешивается, да? Ну что, можно абсолютно точно с полной уверенностью сказать, что там навозом у нас с вами как раз удобрено на 90% из-за того, что я очень быстро ехал. Здесь я держал скорость 13-15 км в час. И, как видите, 100%. Все, можно отсюда уезжать. Ну что ж, рабочий день полностью закончен. У нас с вами были полностью собраны здесь поля. Были собраны поля там. Дальше мы с вами, естественно, здесь все по новой посеяли, удобрили, вспахали. Ну, естественно, пахал не я, пахали наемные рабочие. Все, пускай он сейчас засыпает. Чтобы у нас с вами именно в хранилище навозу место освободилось. Отлично. Нужно глянуть, что сейчас происходит. О, привет. Я хотел с тобой поговорить. Секунду. Привет. Рада видеть, скучала. Все дела. А вот опять тебе что-нибудь нужно, душа мая? Нет, сейчас нет. Ладно. Ну и, в принципе, все. Ну, то есть, я надеялся, что какие-то новые варианты ответа появятся, связанные там с ремонтом в доме или еще что-то. Но, честно говоря, такой ремонт, типа... Я имею в виду именно мебель. Мебель фиговая мне не нравится. Давайте дозаправим. Стоп. Естественно, вымоем новенький чистенький трактор. Как будто только с конвейера. И я хотел просто лечь поспать и посмотреть, сколько мы с вами получим сейчас социальных очков. Я не обратил внимания. У нас с вами 377. С учетом того, что у нас с вами три здания, то, скорее всего, что-то около 60. Но, вообще-то, вот на том как раз амбаре, там крыша, кажется, очень большая. Гораздо больше, чем вот здесь вот. Так что, может быть, даже больше. Ну что, ложимся спать. И у нас с вами... Да, 430. То есть, ну, примерно 60 очков. Ну что ж, я предлагаю на этом сегодняшний выпуск завершить. В следующем выпуске продолжим. У нас с вами, по идее, должны появиться посевы. Ну, то есть, фишка не в том, что они должны появиться. Я могу быстро промотать до конца сентября. Но лучше этого не делать. Лучше в сентябре сгонять, там, купить, на самом деле. У всех, кто торгует овощами или еще чем-то. Все, что у них есть, скупить. Потом из этого приготовить еду. Естественно, немножко побарыжить, продать. На разнице, естественно, мы с вами заработаем. Заработаем с посевов. Но это будем все делать в следующем выпуске. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.